овны приветствую вас на канале таро подсказки на каждый день и вот к нам идет зима уже новые декорации для вас это расклад на три месяца декабрь январь и февраль на зиму посмотрим что у вас там будет проявляться как вы сами себя будете проявляться где будете себя саботировать сознательно а где вы сможете себе действительно помочь чтобы выйти на более качественный уровень жизни чтобы справиться с теми ситуациями которые у вас происходят и лучше скажем так прожить эту зиму сразу ставьте лайк кому интересна эта тема чтобы я видела что она действительно актуальна и так те кто не хотят смотреть раскладку можете сразу перепрыгивать на тайм-код в описании те кто любится настраиваться с каждой картой посылать свои энергии оставайтесь и так давайте смотреть что вас будет наибольшим образом проявлено да какая энергия мысли может быть действия какие будут проявлены в декабре что будет проявлено в январе и что будет проявлено в феврале дальше как вы сможете повлиять вообще на ситуацию на месяц на может быть мысли свои действия в позитивном ключе чтобы сделать все наилучшим образом чтобы повернуть ситуацию с большей результативностью для вас и так в декабре в январе и феврале далее как вы будете себя саботировать то есть чем вы будете себе условно вставлять палки в колеса что это будут мысли какие-то действия или сознательно может какие-то энергии вы будете пускать свою жизнь давайте смотреть потому что очень часто случается так что мы не получаем того что хотим потому что сами действительно делаем все возможное чтобы этого не случилось и так как вы будете себе ну скажем так усложнять жизнь в декабре в январе и феврале далее совет вам на что обратить внимание что сделать как проявиться о чем может быть подумать куда направить фокус внимания и так далее да чтобы в принципе месяц для вас прошел наилучшим образом чтобы зима это принесла вам то чего вы хотите меньше страданий меньше боли больше результатов и радости итак давайте смотреть совет на декабрь совет на январь и совет на февраль так ну что она давайте приступать смотрим что у вас будет проявлено энергии мысли там действия в декабре как вы себя будете проявлять перевернутая девятка пентаклей и так овна я скажу так это будет тот период когда вы не сможете отдохнуть возможно сознательно возможно действительно потому что это предпраздничный период и вы захотите сделать все максимально до чтобы закрыть все хвосты не оставлять ничего на новый год но смысле на другие месяца и так далее да чтобы нести не нести вот этот груз в новые скажем так период своей жизни здесь еще может быть такое что знаете вас будут заставлять отдыхать а вы будете этому противиться в том плане что смотрите домашние могут вам говорить да что ты все эти потом бегаешь носишься что ты пытаешься сделать уже сядь отдохни вы вроде как и сядете вроде как и отдохнете но вот относительно чувство расслабления чувство отдыха вы не будете получать этого удовольствия вы не сможете получить поэтому здесь вам такой совет вот сейчас прям лично от меня до обратите внимание на то что чтобы быть максимально результативными нужно знать баланс между делать и отдыхать как бы вам не хотелось закончить все дела не нужно не извиняюсь прыгать выше головы для чего вам это надо это конечно вы сами себе ответить на вопрос но помните о том что во время отдыха вы восстанавливаетесь и вы приобретаете ресурс для того чтобы потом сделать еще больше давайте смотреть что вы можете сделать на чтобы скажем так позитивно направить этот месяц все что с вами будет происходить чтобы вам было в плюс выходила в конечном итоге и так прикольно туз пентакли помните о ресурсах помните о том что что-то можно получить что-то можно достать что-то можно ну прям не может быть сделать почему нет если кто-то очень прям мастерит руками да то это все прекрасно здесь больше знаете про шансы которые вам даются при ресурсы которые вам даются если вы будете обращать на них внимание использовать их главным образом да да что вот у меня допустим есть какой-то ресурс и пускай он у меня есть нет используйте пускайте в дело пускай он у вас ну скажем так работает здесь еще как вы можете позитивно повлиять подумать какие ресурсы вам еще нужны то есть понятное дело сейчас у нас есть мы работаем из того что у нас есть но допустим чего мне не хватает чтобы улучшила да помогло бы мне что-то с чем-то лучше справиться так вот подумайте в эту сторону вы обязательно найдете эти ресурсы в этом найдете эти возможности и просто используйте их давайте смотреть как вы будете сами себя саботировать что вы можете такого сделать чтобы не пойти дальше ну смотрите семерка жезлов здесь может быть такое что вы будете ну прям яростно отстаивать свои границы и знаете да не то что даже границы а я вот это заслужил я вот это получил я на это условно заработал это мое я никому это не отдам и так далее здесь больше знаете как доказать кому-то что я молодец вот сейчас послушайте овна почему вы не сможете отдыхать потому что вы захотите кому-то что-то доказать если вы за собой наблюдаете такую линию поведения задумайтесь потому что это вас в большей степени саботирует и саботирует не к тому чтобы добиваться большего а саботирует к тому чтобы чувствовать счастье от жизни когда вы находитесь в гармонии вы никому ничего не должны если у вас что-то есть в это заработали вам не нужно об этом кричать на каждом углу и через это вы не можете найти вот того как успокоение что ли вот вам итак давайте совет на декабрь рекомендация перевернутый король кубков ну что здесь я могу сказать рекомендация конечно из разряда вредные совета но подумайте в ту сторону чтобы меньше проявлять какую-то слабость меньше проявлять заботу о других и быть более эгоистичными вот здесь на самом деле я бы не сказала что это плохо потому что здоровый эгоизм он нужен если вы вот это все действие свое направляете на других людей для того чтобы им помочь чтобы они сказали что вы молодец чтобы они вас как-то оценили похвалили и так далее вот забудьте об этом переверните своего короля перестаньте заботиться о других и в первую очередь позаботьтесь о себе если у вас стоит скажем так выбор между тем чтобы провести вечер дома и пойти кому-то что-то там перевести перетащить помочь выбрать купить и так далее выбирайте себя потому что но как-то у вас плохо с этим получается и так это был декабрь далее январь что будет вас максимально проявлено на большей степени а смотрите-ка здесь у нас король кубков в прямом положении выходит но что здесь мы полюбили себя в декабре да мы поняли свою ценность мы поняли что кроме нас ну а нас никто не позаботиться к сожалению это так то есть главный человек должен в первую очередь о вас заботиться это вы сами собственно вот вы здесь понимаете да то есть и здесь вы выходите в другую сторону я готов дарить любовь заботу другим людям я хочу романтики я хочу чувственности я хочу эмоции я всего этого хочу и поэтому я каким-то образом даже может быть влияю на тех окружающих людей кто рядом со мной для того чтобы они мне это дали чтобы через них получить эти эмоции так интересненько ну давайте посмотрим что вы можете сделать такого или подумать или может быть действительно как-то на кого-то повлиять чтобы для вас этот январь стал наилучшим месяцем прекрасно двойка мечей что вы можете сделать понять что есть не только ваши мысли и ваше понимание а то что есть еще другие люди и они тоже но простите о чем-то думает и они могут думать по-другому если вы примете тот факт что ваши желания люди но как бы могут не исполнять они могут кому-то не нравится в принципе даже такое что ваше видение допустим того как должны развиваться отношения они тоже могут разниться допустим у вас и у вашего партнера и здесь если вы поймете это если вы примете инаковость все получится наилучшим образом почему потому что вы пойдете в эмпатию вы поймете что не нужно искать такого же на можно прекрасно жить с тем у кого по-другому но осознанно потому что если вы захотите ну скажем так продавить счастье там тоже не будет то есть если вы будете настаивать на своей позиции на своем видении там тоже не будет счастья так вот примите что есть другая точка зрения и другой метод скажем так действий да что может вас саботировать вывести на какие-то негативные эмоции как-то вам скажем так поставить палки в колеса как вы сами допомним тройка пентаклей это когда вы займете такую позицию что вот это моя зона ответственности я вот за это но условно отвечаю и я больше на себя брать ничего не буду это то когда вы знаете где ваше место это то когда вы знаете что да мы можем к чему-то прийти но при условии когда каждый будет заниматься своими какими-то делами на то же само ответственностью и не лезть в дела чужих людей вот здесь так не пойдет до эмпатичный человек он так не делает он не то что вмешивается ради того чтобы как бы насадить свое мнение на или там допустим видение а он вмешивается для того что даже не то что вмешивается да он узнает а нужна ли помощь а ты справляешься ли а может быть ты просто не можешь спросить потому что очень часто людям действительно нужна помощь но они не умеют просить они не знают как этого делать и вот в данном случае что было бы хорошо до чтобы вы не только занимались своим делом как знаете условно я сама на я все знаю я все могу но и вступать в коммуникацию и идти дальше итак совет вам но смотрите как прекрасно овна я смотрю у вас и январь будет прямо эмоциональный совет поймите что для вас важно именно в плане эмоциональной духовной сферы что для вас семья какая она должна быть как в вашем видении представление и так далее поймите когда вам достаточно вот того как люди к вам проявляются ведь действительно иногда бывает так что нам и не нужны все подарки мира нам больше нужно внимание но мы как-то это не понимаем и мы пытаемся через подарки это внимание или дать или получить да так вот разберитесь себе поймите сходите в глубину и вот эти эмоции да если вы их поймете вам вам будет легче их добиться и получить и прожить потом овны прекрасный январь я прямо действительно вам завидую это прям ну вот я сейчас вам рассказываю мне прям такие эмоции позитивные так ну что давайте смотреть что феврале какие ваши общие энергии общее проявление перевернутые десятка мечей смотрите феврале может получиться такая ситуация какая-то очень но скажем конфликтная ситуация произойти где вам в принципе нужно будет прояснить что-то до для вас но вы не будете это делать смотрите десятка перевернутая вы не будете вступать скажем так вот в обсуждение идти до самого конца вы не захотите прояснять вы не захотите ну скажем так условно расставить все точки над и или же здесь может быть знаете что вот эта ситуация да она какие-то действительно точки расставит но вам это настолько не понравится что вы не захотите идти дальше то есть вы поймете что вот сейчас тот момент когда нужно знать как выбирать или или так вот это вам не понравится вы не захотите этого и здесь вы можете намеренно уходить от конфликтных ситуаций на но не для того чтобы не поругаться а для того чтобы вообще скажем так но снизить этот градус до напряжения которое может происходить здесь еще может быть такое что вы в принципе можете или с людьми меньше общаться до выходить на контакт или если допустим эта ситуация с вашим партнером случится то тогда может быть такое состояние игнора или же охлаждение в отношениях именно не потому что ну как бы вы перестали любить на а потому что вы не хотите решать вот ту ситуацию которая произошла давайте смотреть что позитивное что конкретно вы можете сделать чтобы наилучшим образом повернуть этот февраль до что в ваших силах предпринять тройка пентаклей смотрите здесь у нас было в январе как саботаж а здесь она вам говорит о том что знаете свою зону ответственности знаете за что вы отвечаете и вот здесь как раз таки не лезьте на территорию другого человека вот знаете я вам сейчас приведу самый банальнейший пример вы к нему знаете как не берите прям сильно сильного внимания что это именно ваша ситуация да я просто к тому чтобы вы поняли из каких мелочей иногда возникают большие скандалы допустим муж женой она попросила его давайте так ну почистить картошку он идет чистит картошку возможно он ее чистить не так как хочется ей или не так как она думает правильно это делать или не так как допустим она бы хотела чтобы он это сделал да он это делает и она начинает ему предъявлять какие-то претензии и здесь но как бы вопрос дама ты чё хотела ты хотела что 5 почистил картошку или тебе вот прям именно конкретно важно чтобы очистил я не знаю там левой рукой перевернутым ножом ну вот в чем проблема какой результат тебе нужен в конечном итоге да что ты хочешь это одна ситуация это когда мы допустим кого-то что-то просим сделать или же допустим вы разделили ну скажем так зону ответственности просто я привожу банальные примеры из быта да потому что мы все с этим сталкиваемся когда ответственность жены условно на мыть посуду или готовить еду и муж постоянно подходит и дает ей ценные указания как это нужно делать и вот здесь хочется спросить человек но мы же разделили ответственность почему ты приходишь и суешь нос не в свою зону ответственности если тебе не нравится тогда забирай эту зону ответственности себе и делай так как ты считаешь нужным или оставь меня в покое вот здесь вот в данной ситуации вот в данной десятке перевернутой мечей вот это поведение что я отвечаю за что-то одно на и я не лезу к своему партнеру или допустим если это будет касаться социума коллег на то я к ним не лезу они делают свою работу и я делаю свою работу и мы никто не конфликтуем да мы не пытаемся искусственно что-то там ну скажем так инициировать да какие тут эти конфликты дальше саботаж в чем может произойти как вы негативно сами можете повлиять на события феврале слушайте смотрите негативно десятка мечей перевернутая это то если вы не будете прояснять смотрите как эпично в общем что вам скажу какая бы ситуация феврале не произошла вы должны взять всю волю в кулак и но условно все прояснить задать все неудобные вопросы которые нужно задать и уже но принять ту действительность которая будет она будет плохая принимайте плохую она будет хорошая принимать хорошую просто поймите что через избегание конфликты не решаются ситуации не решаются избеганием вот та позиция возможно овны я не знаю вы сейчас сами можете ответить на вопрос когда само собой рассосется вот эта плохая позиция на и вам об этом говорят да у вас будет вот это настроение да вот это ваше проявление я ничего не хочу решать я ничего не хочу прояснять вот эта главная карта и наихудший образ поведение то что вы можете сделать это остаться в этом и ничего не прояснять поэтому овны как бы тяжело не было пожалуйста я вот вас умоляю сделайте все возможное чтобы ну решить эту ситуацию так совет рекомендация вам на февраль перевернутая смерть перевернутая трансформация здесь знаете я хочу прояснить чтобы не наговорить вам сейчас личное ничего так мгм смотрите овна что выходит совет вам на февраль понимаете иногда действительно вещи должны происходить наихудшим образом даже если вам это не нравится даже если вы этого не хотите это жизнь этой ситуации и случается так что то чего вы не хотите она на самом деле случается и как бы вы сильно не сопротивлялись всему этому она все равно случится здесь вопрос просто как вы будете это проживать и насколько вы будете осознанно дальше принимать решения вам говорится о том что знаете не пытайтесь все взять в свои руки не пытайтесь решить все полностью и здесь больше даже знаете про полную ответственность за ситуацию не берите на себя потому что чтобы не происходило всегда но как минимум есть двое и всегда за это ответственны двое не бывает такого что у кого-то стопроцентная ответственность за то что происходит вот серьезно вот прям вот серьезно не бывает такого и здесь вам говорят о том что да вам не понравится то что происходит до перевернутая смерть но это все равно будет происходить эта трансформация все равно будет происходить даже если вам это не нравится и здесь Здесь вам говорят, знаете, как прояснение, что будьте более эмоциональны, помните, знаете, наверное, больше о себе, потому что, смотрите, шестерка кубков, она более такая, ну, ее трактуют как детскую карту, как возвращение в прошлое. Я бы сказала, опирайтесь на себя больше, потому что здесь я бы ее трактовала как своего внутреннего ребенка, то, когда вы были маленькие, допустим, что для вас было важно как главное, то есть здесь больше как забота о себе, о том маленьком своем, скажем так, малыше. Он все равно с вами остается, он никуда не уходит. И здесь больше как, ну, помните об этом. Дальше Паш Пентакли говорит вам о том, что, опять же, не берите всю ответственность на себя, у вас ее просто нет, ну, не может быть этой стопроцентной ответственности. Вы делаете то, что вы можете делать, влияете настолько, насколько можете, но по факту, по Пажу вы особо и повлиять-то не можете, потому что это не король. Влияют прям конкретно на ситуацию, это короли и дамы, и, соответственно, императоры и императрицы. Да, здесь у вас Паш, вы особо повлиять не можете. И здесь у вас перевернутый победитель. Знаете, не из всех ситуаций нужно выходить победителем. И даже если вам это не нравится, но это часть вашего пути, часть вашего урока, прохождение и так далее. Я вам рекомендую сейчас сходить на годовой расклад, который есть на канале. Там Овен, да, 2023. И, по-моему, у вас было в названии «Тотальные перемены». Вот эта вот шапочка, ищите. Посмотрите, что у вас там отыгрывается, потому что я вижу, что начинается так вот прекрасно, а потом вот эти «Тотальные перемены», да, они проходят. Да, вам не нравятся эти перемены, но они неизбежны, понимаете. Овны, честно, начали хорошо, закончили на печальной ноте, но помните, что это всего лишь прогноз, да. Вы всегда можете влиять на то, что в вашей жизни происходит. Просто не забывайте об этом. Не делайте так, что вот если карты сказали, все, это теперь, я не знаю, там, диагноз, приговор, и по-другому быть не может. Нет, вы услышали, вас предупредили. Начинайте действовать, начинайте думать, как сделать так, чтобы этого не допустить. Или даже если они не, скажем так, необратимы, вот эти изменения, да, то как сделать так, чтобы легче их прожить. Поэтому, Овны, прям сейчас ставьте лайки, если вам понравился расклад, если такая тема раскладов вам вот прям очень хорошо заходит. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Если хотите больше прояснить ситуацию, больше сделать персональный расклад именно про вас, мои контакты есть в описании, связывайтесь. Ну и, соответственно, пишите комментарии, насколько у вас проигрывается, насколько вы смогли прочувствовать то, что здесь происходит, и принять, а может быть не принять. Можете со мной поспорить. Я люблю, когда со мной люди спорят. Так что вот так для вас пройдет зима. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok